Добрый день, дорогие друзья! Поздравляю всех с сегодняшним праздником, с днём Великой Октябрьской Социалистической Революции, который празднуется 7 ноября. Если кто-то не помнит, то Октябрьская Революция празднуется в ноябре, потому что у нас был сдвиг календаря в связи с переходом со старого стиля на новый стиль. И мы сегодня, 7 ноября, отмечаем этот праздник, этот праздник смены системы, праздник, когда государство стало не эксплуатировать граждан, а служить гражданам, служить общему благу. Много было и негативных моментов в истории Советского Союза, но они не могут перевесить весь тот огромный положительный задел, который был сделан не только на территории России, но и даже для всего мира, во всём мире распространились многие социальные достижения, которые впервые появились именно в Советском Союзе. И отпуска, и два выходных дня, и декретный отпуск для женщин, и пенсионное обеспечение, бесплатное всеобщее здравоохранение, высшее образование, многие эти вещи, это всё достижения и успехи, которыми мы обязаны в Великой Октябрьской Социалистической Революции. Друзья, всех с праздником! Неделю назад мы обсуждали, не первый раз обсуждали, что как это так, в Москве запрещают проводить митинги, пикеты, шествия, но они собираются 7 ноября провести парад на Красной площади. И когда внезапно я вижу новость, всё, власти Москвы всё-таки отменили этот марш в честь парада 7 ноября из-за пандемии, я смотрю на дату и понимаю, что это было сделано ровно неделю назад, ровно в прошлую субботу, когда мы, как обычно, собирались на Пушкинской площади, общались, выступали, и я снова задавал этот вопрос. Какого лешего они не отменяют парад? Видимо, до них дошла наша информация, дошло наше возмущение. И они таки отреагировали на этот наш запрос, на это наше негодование, и отменили этот парад. Ну, слава богу! Хоть какие-то зачатки существования мозга у наших чиновников наблюдаются. А теперь к основной теме. Меня просят прокомментировать. Правда ли глава Роснана Анатолий Чубайс предложил ввести новый налог по 5 тысяч рублей? Друзья, дорогие друзья, это фейк. На самом деле Чубайс такого не предлагал, тем более не предлагал он этого сейчас, там в сентябре, октябре, ноябре. На самом-то деле эта информация еще от мая. Появилась эта статья впервые на известной сатирическом портале Панорама. Панорама постоянно придумывает какие-то правдоподобные фейки. Люди в них верят. Даже я попадался разок на их удочку. Пожалуйста, друзья, остерегайтесь подобных фейков. Чубайс к такому не призывал. Но, конечно, мы ко всему готовы. Наши чиновники призывали, а мы вас рожать не просили. Как странно, почему наши граждане покупают жилье, там, 20 квадратных метров квартиры собачьего конура. Почему они так популярны. А макарошки всегда стоят одинаково. Зачем вам какие-то повышения пенсий. А вообще, у кого маленькая пенсия, это все тунеядцы. Мы все это помним, друзья. Мы все это слышали. И сегодня как раз из этого разряда очередная новость, очередное выступление чиновницы. Я надеюсь на ваши лайки, на ваши репосты, на ваши длинные комментарии. Потому что как раз те чиновницы, которых я упомянул, Ольга Гладских, мы вас не просили рожать. И министр Макарошки Соколова, они в отставке. Они больше не чиновницы. И давайте мы добьемся, что вот этот случай, он тоже не останется незамеченным. История следующая. В сентябре у нас был единый день голосования, выборы. В Новосибирске конкурировал 19-летний студент, молодой совсем парень. Вячеслав Якименко лидировал на выборах по округу номер 35. Против него был видный единоросс, вице-спикер горсовета из Единой России Евгений Яковенко. Якименко и против Яковенко. Так вот этот единоросс, как только стало понятно, что он проигрывает, в систему газ-выбора до утра 14 сентября не вводились данные с одного избирательного участка. И комиссия специально затягивала это. Очевидно, там проводилась масштабная фальсификация итогов голосования. По мнению представителей Якименко, курсанты, которых туда пригнали, они не имели права голосовать на выборах горсовета из-за того, что невозможно доказать, были они там прописаны или нет. Курсантов просто притащили, пригнали на этот участок проголосовать, они все вкинули свои голоса за Единую Россию, и все типа хорошо. После этого, конечно, там разразилась война оппозиции против Единой России. И они все стали требовать, оппозиция стала требовать навести порядок в этой ситуации, пересмотреть итоги голосования, потому что должен был их кандидат выиграть на голосовании. А Единая Россия говорит, нет, все прекрасно, все замечательно, все отстаньте, отвалите от нас. В результате помощница этого единоросса Елена Вахрушева в открытую стала оскорблять тех, кто с ней общался. На Яковенко набросились докучливые насекомые из коалиции. Теперь вот этот вот жирный, вся ситуация напоминает травлю, когда на одного, ну типа такого хорошего единоросса, в данном случае отнюдь не слабого, накинулась куча шакалов, писала Вахрушева, орфографии и пунктуации сохранены. Знаете, из мультика про Маугли был такой мерзкий шакаленок, обитающий около тигра Шархана. Так вот, это тот случай, огребет, чувствую, скоро по своему безмозглому жбану. То есть, видите, открытое оскорбление всех сторонников оппозиции в данной ситуации. Одного из пользователей Вахрушева назвала простейшим одноклеточным, то есть это не один случай, когда ее там кто-то вывел из себя, нет. В другой переписке простейши одноклеточные, она утверждала, что с 2005 года работала юристом Яковенко, якобы знакома с каждой цифрой по каждому уику, и предложила собеседнице соснуть матерное название мужского полового органа. Друзья мои, беспредел, бардак. И знаете что? Она была уволена, она была отстранена от должности. Это новость от 2 октября 2020 года. Помощник вице-спикера Горсовета Новосибирской Евгения Яковенко, того самого единоросса Елена Вахрушева, уволена. Замечательно, прекрасно, справедливость восторжествовала. Не может быть чиновником человек, кто оскорбляет людей даже из оппозиции, кто называет их жирными, простейшими одноклеточными, шакалами, шакаленками, жирными жбанами и предлагает им сосать мужские половые органы. Но знаете, что самое странное? Не прошло и месяца, конец октября, уволенная с должности помощница вице-спикера Новосибирского Горсовета Евгения Яковенко, Елена Вахрушева, вновь принята на ту же работу. Ранее она оскорбила тех, кто высказывал сомнения в легитимности избрания единоросса, предложив собеседникам соснуть тот самый мужской половый орган. Это что за бред? Мало того, что они подделали голоса, они унижали граждан нашей страны. Они уволили ее показушно, а потом восстановили на ту же должность. Это просто жесть. Друзья, распространяем эту информацию по максимуму. Мы требуем уволить Елену Вахрушеву с занимаемой должности. Не имеет права этот человек получать народные бюджетные деньги. Я уж не говорю сейчас про то, что надо бы расследовать, а как это вообще выборы прошли. Кто ответит за голосование курсантов? Кто их туда пригнал? Почему распоряжению они там оказались? Тоже надо это все расследовать, но первым делом увольте эту дамочку. Не место ей в чиновниках. Или это ставит под вопрос всю легитимность существующей российской власти. Вы что там творите, Новосибирск? Вы что, оборзели что ли совсем? Вы думаете, ваши вот эти действия, манипуляции никто не замечает? Вот ее страница ВКонтакте. Елена Вахрушева-Зыкова. Новосибирск. Так и указано. Место работы Совет депутатов города Новосибирска. После всей этой истории свой профиль она закрыла. Замечательно, прекрасно. И напоследок, друзья, если кто-то спрашивает, почему ты мне долго не отвечаешь, Павел? Да потому что у меня огромное число сообщений. Со временем прочту. Не надо думать, что у вас настолько экстренное дело, что остальные подождут, а вот вам нужно ответить в первую очередь. Очень странно. Я получаю в последнее время много таких сообщений. Я понимаю, что у нас в обществе накалилась обстановка. Все доведены до отчаяния. Многие лишаются работы. Друзья, держитесь, берегите свои нервы. От того, что вы просто слетите с катушек, никому легче не будет. Ни вам, ни вашей семье, ни вашим друзьям, ни вашим близким. Никому. Напротив, этому порадуются как раз враги народа, которые старательно стараются превратить нас всех в биомассу. Поэтому будем держаться вместе. Только вместе мы сила. В Ахрушеву, в отставку. В Ахрушеву под административку за оскорбление граждан, за оскорбление соотечественников. Вообще, по этому факту нужно было давно в полицию заяву написать, что она вас оскорбляет. Друзья, действуйте. Только вместе мы сила. Вместе будем побеждать. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok